Да, пипец, он конечно уродливый, тут даже кравировки какой-то никакой нет. Ну, давайте посмотрим на них поближе. Это новые моторы от XFood 2207 Eco-версия на 2550КВ. Погнали! Вообще, недавно я увидел эту рекламу этих моторов на каком-то из сайтов и подумал, блин, а почему же у меня вообще нет никакого о них представления? Я помню, что где-то я уже их видел, но почему-то на руках у пилотов очень мало. То есть я видел, наверное, одного человека, у которого они действительно были. Это кастомно сделанные моторы, то есть моторы, сделанные на заказ фирмой Sony Sky для фирмы XFood. XFood это вообще просто маленькая фирма, которая занимается, мне кажется, производством чисто для себя. Хозяин фирмы этих моторов точно такой же, в принципе, как и мы с вами. Обычный пилот, который просто хотел сделать себе нормальные моторы и, так сказать, поделился разработкой с нами. То есть купить их можно, на самом деле, только на сайте XFood, я так понимаю, и больше, в принципе, нигде. Ребята не вкладываются особо ни в рекламу, ни во что и делают просто свое дело, делают просто нормальные качественные моторы. Колокол. Никто не думал даже его облегчать, это просто тяжеленный колокол. Посмотрите, какой толщины здесь алюминий. Это просто фантастика. Кроме того, магниты обычные, стандартные. Но все это дело упирается, во-первых, в цену. Этот мотор стоит, по-моему, 16 долларов. Но конкурентов у него явно не очень много, причем еще в таком достаточно качественном исполнении. Все у нас держится не на клипсе, а на таком приличном, таком крупненьком винтике. Спустя, опять же, полчаса я, наконец, разобрал его. Нижний винтик пришлось распиливать, потому что он не хотел абсолютно вылезать. Ну ладно, это уж такое. Что хочется сразу сказать, весьма неплохая обмотка. Красивенькая. В принципе, у больших брендов выглядит она приблизительно так же. Очень много витков, очень большое количество проводков на каждый виток. То есть здесь проволока идет в четыре, так полагаю, слоя. А может быть даже больше, потому что вот здесь видно, насколько там большое количество проволоки. Вообще мотор позиционируется как большой мотор. Подшипники, кстати, неплохие, смотрите. Ну и вообще вал, я так полагаю, достаточно пухлый, потому что выглядит он не трехмиллиметровый. Да, это четыре миллиметра вал. Ну, снаружи это все такое с полностью стальной пустотелой вал. Он насквозь проглядывается, конечно же. Задизайнер этот мотор как большой тяжелый мотор, который предназначен, чтобы выдерживать нагрузки. Толстый, прочный, крепкий мотор, на котором можно тренироваться каждый день, и он не будет от этого страдать. На подшипниках написана гравировка NMB, поэтому это хорошие японские подшипники, можно в этом не сомневаться. Магниты у нас 52, но, друзья, опять же, здесь сделано в угоду простоте эксплуатации. Здесь не 52 магниты искривленные, а обычные 52 квадратные. Что дают нам кривые магниты? Они дают чуть выше мощность. Да, это правда. Но также они дают ступенчатость, проворачивание мотора. Зачастую, когда вы начинаете его крутить на больших скоростях, в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда регулятор будет их переключать недостаточно плавно, и начнутся вибрации, начнутся резонансы. Очень часто на среднем газу такие моторы начинают вибрировать, особенно на старых регуляторах BL-Heli S. На 32-битных регуляторах чуть попроще с этим делом. Но в целом такие магниты позволяют спокойнее работать на высоких скоростях без срывов, позволяют меньше испытывать проблем на средних скоростях. Большие моторы вообще работают более гладко за счет того, что у них, во-первых, больше инерции, они могут спокойнее крутиться. И, с другой стороны, у них больше мощности, чтобы препятствовать каким-то раздражителям, типа изменения плотности воздуха, либо еще что-то такое. Когда у вас мотор более мелкий начнет, например, притормаживать, этот мотор продолжает крутиться в стабильном для него темпе, и за счет этого у вас получается более плавная работа. Но 2207, друзья, скажу так, это самый максимально большой размер под 5 дюймов, больше, наверное, нет. То есть, в принципе, это самые тяжелые моторы. Дальше, которые моторы идут, они уже все идут под 5,5-6-7 дюймов и так далее. Выглядит он, конечно, весьма брутально, просто черный колокол без каких-либо надписей и сверху эти серебристые окантовочки. Вес этого мотора 37,5 грамм, но это с проводами, но я не знаю, насколько ли можно уменьшить провода этого мотора. Вообще, такие моторы используют ребята на 5,6С и так далее. Вообще, длина проводов здесь 12,5 сантиметров, то есть, достаточно длинные провода. Мотор заточен на работу под более высоким напряжением, то есть, 5,6С не проблема, 7,8 уже под вопросом, экспериментально. Довольно высоковат КВ на самом деле, но он нам и нужен. Если мои расчеты верны, то это все у нас довольно быстро и бодро будет переть. Сразу видно, насколько он тяжелее, чем стандартный мотор, потому что я раскручиваю и вот он не останавливается сразу, он продолжает крутиться. Просто потому, что колокол достаточно массивный и хранит в себе достаточно много энергии. Один из самых популярных фристайлеров нынче, Джонни FPV, например, уже перешел на моторчики 2207, причем еще довольно давно, потому что действительно он не дает плавность, которую на более мелких моторах получить довольно сложно. Сейчас я брошу этот мотор на трасс-стенд, посмотрим, что как, какие он данные покажет. Конечно же, это дороже, чем те же самые DUS или Racer Star за 8-10 долларов. Но, учитывая, что здесь все толстое, все сделано очень добротно, да, они тяжелые, да, с ними нужно уметь работать, иметь подходящие аккумуляторы. Да, друзья, ну что сказать, мотор сгорел. Сейчас я могу регулятор даже показать, посмотрите, вот он, регулятор. Мне кажется, от него осталось не очень много и выглядит он весьма печальненько. Термосадку прожгло просто насквозь, я представляю, какие там температуры были, чтобы ее вот до такого состояния проплавило, и половину платы просто нет, регулятора. Хотя, вроде это бамп бит 30 ампер, до 40 ампер в пике могут кроковременно выдерживать, но в данном случае они все-таки не выдержали. Что случилось, сейчас расскажу. Давайте в двух словах обсудим тесты тяги. В целом мотор потребляет достаточно много тока, но посмотрите, как он стабильно держит обороты на верхнем диапазоне. Сразу видно, что 5 дюймов для него это не проблема. По звуку сразу слышно, как он жжжжжжжж и вводит прямо на максимальном газу. Не снижает обороты, как другие, более мелкие или более простые моторы. Что мне, я уже сегодня полетал на нем, и мне очень понравилось. Это именно то, что я хотел. То, что здесь нескругленные магниты дают плавность. Они работают плавно. И получается на 4S, ну, очень плавно. На 5S чуть-чуть менее плавно. И вот здесь начинает появляться именно то самое, что нужно, это агрессивность. Потому что если вы на агрессивный мотор и будете накидывать 5-6С, они начнут трястись, просто вы не сможете настроить его плавно, гладко лететь, он будет потрясывать на максимальном газу, рыскать. Эти моторы позволяют достигать высоких скоростей, правда, да, ток потребления достаточно высокий. На самом деле моторы безумно эффективны на среднем газу, средняя эффективность у них по больнице приблизительно 70-75%, сам мотор перерабатывает электрическую энергию в механическую, при этом сам он практически не греется во время полетов, мотор не греется вообще, прилетает прохладненьким, даже учитывая то, что топил я сегодня не слабо. На самом деле, если бы хотеть 4С, вот такие моторы надо брать, например, на 2700-2800 оборотов на вольт, вот они будут идеально, наверное, 4С. Вот этот вариант все-таки более для экстремальных 5-6С, я думаю, действительно то, что нужно. В целом, по трассе цены видно, что дает не очень много тяги, примерно на уровне, например, дис моторов 22.07 на 2500 оборотов на вольт, которые были примерно годик назад. Очень похожий перформанс, очень похожая производительность у этих моторов. В целом, плюс-минус то же самое, только эти стоят чутка подешевле. В целом, о чем эти моторы? Еще раз говорю, что это хорошие моторы, например, на повседневку, если вы каждый день летаете по ворота, например. Эти моторы не будут биться так быстро, как бьются другие более мелкие и более легкие моторы. Тяжелый мотор, он не просто так тяжелый, он тяжелый за счет того, что здесь толстые стенки, хорошая база, достаточно толстая ножка и так далее. Это все дает общую крепкость, хотя вы немножко теряете в весе. То есть этот мотор весит в среднем на 5-6 грамм, наверное, тяжелее, чем стандартный мотор 22.07. Чуть позже мы будем собирать копти на этих моторах, а потом я покажу тест, который делал сегодня, но это будет уже через пару дней. Если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. При своей стоимости мотор действительно имеет хороший шанс стать приятным дополнением вашей коллекции других моторов. Особенно если вы до этого летали на более дорогих моторах, вы будете, я думаю, приятно удивлены тем, что такие моторы ничуть не уступают более дорогим брендам. На этом все, пока.